Брянские таможенники безвозмездно передали в дар церкви три иконы, изъятые в ходе очередных проверок инспекторами Володарского таможенного поста. Отец Павел, от лица нашей таможни прошу принять в дар церкви вот эти ценности. Вам дарительные, дарительные. Чуть сюда лежит. Теперь в храме Рождества Пресвятой Богородицы появятся три старинные иконы с образами. Пресвятой Богородицы и великих святых пророка Ильи и Николая Чудотворца, которым прихожане смогут вознести свои молитвы. Храм нуждается в таких иконах, потому что многие люди, прихожане приносили свои иконы, из дому жертвовали. Наши деды, прадеды молились перед этими иконами, поэтому они уже, дух благодати исходит от них. Все три иконы обладают культурной и исторической ценностью и выполнены в традициях старообрядческой иконописи. Православная реликвия «Святой Пророк Илья в пустыне», не будучи задекларирована в установленном законном порядке, была изъята у пассажира поезда Кишинев-Москва. Эта уникальная икона «Святой Пророк Илья в пустыне» состоит из трех сюжетов. «Святой Пророк Илья в пустыне», «Кормление ворнам» и «Восхождение на небо». Ее стоимость оценивается около 30 тысяч рублей. Она обладает художественно-исторической и культурной ценностью, а теперь обретет новый дом, отправится в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Две другие иконы «Святой Николай Чудотворец» и «Благовещение Пресвятой Богородицы», образцы поздней русской иконописи синодального периода, созданные во второй половине XIX века, оцениваются в 8 тысяч рублей. Они были обнаружены при помощи рентгенотелевизионной установки в Международном почтовом отправлении. Возвращение православных реликвий церкви, а также предметов старины, давно стало доброй традицией брянских таможенников. В 2013 году уже передано 9 икон, и вот сейчас еще 3. Другие передачи связаны, в частности, музею, с изъятием ценных книг, ценных монет и других предметов, которые представляют культурную или иную ценность. Теперь иконам предстоит реставрация, после чего они будут вновь освящены и займут свое место в храме. Кристина Костюченко, Игорь Веничук, телеканал РЕН-ТВ, Брянск.